Вот что делают мужчины, когда бреются, чтобы добраться до каждого волоска. Да ладно, прям так и делаю, ага. Привет, интернет, и доброго времени суток, YouTube. Вот такой внезапный выпуск Иисуса на YouTube. Поехали! И в этом видео я хотел бы поговорить о мужчинах. Раньше я делал выпуск о женщинах, сейчас о мужчинах. И начну я с вопроса, что с нами не так, ребята? Я, конечно, понимаю, что в последнее время очень интересная мода пошла, но почему она такая глобальная, почему мужчины становятся женщинами? Я не говорю, что надо отращивать бороды, лохмотья на голове иметь, одеваться в грязную одежду, но когда мужчина тратит больше времени на приведение себя в порядок, чем женщина, это немного напрягает. Да, у него может быть жена, да, он, может быть, вырастил ребенка, построил дом, посадил дерево, но это не делает его мужчиной, если он, параллельно с этим, занимается тем, что после отправки сообщения и набора этого сообщения на клавиатуре протирает свои руки антисептиком. Если он задерживается в ванной больше, чем на 5 минут, потому что укладывает свою прическу. Если он 20 минут стоит у шкафа и думает, мне сегодня нет синюю рубашку или фиолетовую рубашку, он сразу не мужчина, это просто женщина, которой не повезло с телом. Или вот эта вот постоянная чистота, опять же, я буду чистить зубы после каждого укуса от пончика, так что с тобой не так, чувак? Я чищу зубы всего 2 раза в день, утром и вечером, иногда даже забываю. Но мне больше 25 лет уже, и я ни разу не ходил к зубному, все цело. Да, возможно, скоро все это будет выглядеть, как типичная улыбка ирландца. Но все же, меня это не волнует. Я, конечно, не выхожу грязный, вонючий на улицу, но и не уделяю ту кучу времени для того, чтобы приодеться перед прогулкой за сигаретами. Я же не на прием к королеве иду. А еще они боятся выходить на улицу, когда температура держится около 10 градусов тепла. Все, зима пришла, холодно, когда минус 40, так вообще под одеялком лежат. Ты, блин, в Россию рос. Ладно, женщина, она всегда замерзает, ей всегда больно, а даже обычно прокрасномение. Ну ты-то куда, емаря? Как мы вообще до этого докатились? Я вот не понимаю. Я в минус 20 в одном пальто хожу и нормально себя ощущаю, потому что в детстве закалялся, ну и в принципе, потому что я, как бы, сильный полк, да? А вы? Может быть, конечно, борода на это влияет. Хотя, помню, без бороды такое было. Конечно, не в этом дело. Дело у вас в голове, блин, женоподобные людишки. А еще забавляет то, что вот эти вот мужчины, вот эти вот мужики, которые выбриваются и залачиваются, такие брутадные, ходят, боятся, блин, дождя и ветра. О-о-о-о! Дождя и ветра, пылинки. Угу. Я... Может, мне, это, пересесть на другую планету, когда мы будем рядом пролетать? Так пофигу. Нас трое просто пересезать и улечать отсюда, к чертовой матери. Да и женщины тоже хороши. Они не бьют своих мужиков за это. В принципе, если у тебя такой мужик, то ударить его не составляет никакой трудности, ведь он даже ответить не сможет. Он просто спичечка, которую можно сломать. Задержался на 5 минут больше в ванной, врывайся и бей его по роже. Че церемониться-то с ними? Ёбай. А потом мы еще удивляемся, что появляются такие видеоклипы, как «Забери меня в церковь». Подытожить хочу следующее. Как-то к нам приезжал Карл Лагерфельд и сказал, что в России живут самые красивые женщины и самые страшные мужчины. Может быть, из-за этого и пошла такая шизофрения, что все мужчины решили стать красивыми. Но вы это все преобразили до такой степени, что вы теперь не мужчины, а женщины. Понятно, что от вас не должно вонять, как от свиньи, но и пахнуть цветами вы тоже не должны. Поэтому, ребят, включайте голову. И если меня сейчас смотрят не ребята, а девчата, то, блин, бейте таких мазафак по лицу. С вами был Данил Рыжкин. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. Субтитры сделал DimaTorzok